Всем привет, друзья! Как у вас дела? Поставь на беззвучный свой телефон. Да, мы сегодня будем вместе с Сержем отвечать на вопросы, которые я просила вас задавать во вкладке «Сообщество». И сегодня будет достаточно интересный вопрос-ответ, потому что ответы будут уже исходя из нынешней нашей ситуации и нынешнего нашего мышления. Поэтому, если вдруг у вас будут какие-то вопросы к нам, которые мы в этом видео не озвучили, то напишите их внизу в комментариях, и мы на них ответим в следующем подобном видео. Также у меня есть отдельный плейлист «Вопрос-ответ». Можете пересмотреть его и поставить на фон, потому что там тоже много чего интересного. И обязательно поставьте пальчик вверх под этим видео и подпишитесь на канал. А теперь погнали отвечать на вопросы. Ты готов? Да. Первый вопрос. Хотите ли вы переехать из этой квартиры? Давай, ты отвечай, потом буду отвечать я. Нет, не хочу. Ты не хочешь? Нет, не хочу. Почему? Меня все устраивает. Ну, на самом деле, Серж говорит, именно в краткосрочной перспективе, да, мы пока будем жить здесь, в этой квартире, но в целом, конечно, в будущем хотелось бы не четырехкомнатную квартиру, а, как я уже говорила, шести-семи-комнатные. Если такие квартиры вообще бывают, то потому что нам не хватает четыре комнаты. Да, нас мало человек живет, но фишка в том, что я работаю из дома, Сержу нужна своя такая вот, как так сказать, свой кабинет личный, да? Да, потому что, да, я могу работать в своей комнате, Серж может работать в нашей спальне, потому что я туда только спать, собственно, и прихожу, и в шкафу только мои вещи лежат, остальное все находится здесь. Но, тем не менее, все равно это будет удобно, потому что... Арлены, да, своя комната, и плюс общественная какая-то, куда гостей можно принять. Да, и у мамы сейчас тоже комната, но у нас нет зала, вот, поэтому хотелось бы побольше, конечно, квартиру. Здравствуйте, просто честно скажите, вы верите в Аллаха? Он существует для вас? Спасибо за понимание. На самом деле, я не буду задевать именно такую, знаете, тему, как... Религии? Да, просто я хочу сказать, что я отношусь одинаково ко всем людям. С уважением. Да, с уважением, просто мне не хотелось бы, чтобы вот это вот все происходило в формате навязывания. Но, тем не менее, я сама росла в мусульманской стране, поэтому я отлично вообще к этому отношусь. И я знаю очень много традиций, обычаев и всего того, что обычный человек, допустим, может и не знать. Ты? Я достаточно с уважением отношусь абсолютно ко всем религиям, но сам не верю. Ну, так, как не верю, именно по канонам всех, ну, вот этих религиозных вещей. Есть определенное там свое внутреннее, да, ощущение, что, наверное, что-то есть, но большая часть наука, наука. Что бы вы хотели изменить в своей жизни? Смогли ли вы добиться своей мечты? Есть ли большой план на будущее? Если есть, то какой? Давай, ты отвечай, потом я. Сменил бы ли я в жизни, добился бы... Окей. Каждый раз, когда достигаю определенной цели, появляются новые. И сказать, что вот я достиг апогея, там, счастья, такого нет. В любом случае, даже сам процесс достижения тех целей, которые ты наметил, они все равно там по чуть-чуть, по чуть-чуть приносят удовольствие. Потому что, оп, сегодня ты еще один же сделал шаг к своей цели. Что бы я поменял, да? Да, что бы ты изменил в своей жизни. Например, может быть, женился бы на другой женщине, более путевой. Нет, это уже смысла нету, потому что я уже женат, второй раз не выдержу. Ну, в целом, вся наша жизнь уже совместно, она достаточно очень серьезно стаканилась. То есть, те привычки, которые были у меня, у Вероники, они в целом схлестнулись в один поток. То есть, мы как уже на общей волне идем по этому и так далее. Конечно, дополнительные вещи какие-то там рождаются. Я вот все мечтаю уже, не точно мечтаю, есть определенная цель кататься на велосипеде. И это вот как-то я вот чуть-чуть к этому подвожу. Нет, что бы ты хотел изменить в своей жизни, а не в нашей? Ну, это же меняется все в моей жизни. Но при этом я должен понимать, что это должно быть глобально, не мешало всем членам семьи. Что бы я хотела изменить в нашей, Сержем, жизни, так это просто улучшить наши условия жизни и наш доход. Вот это вот я хотела бы потом. Ну, и мы к этому идем, собственно. И я думаю, что мы неплохо справляемся, учитывая, что мы с Сержем сами всего достигаем. Смогли ли вы добиться своей мечты? Вот Серж правильно сказал, что на каждом этапе жизни есть определенная своя такая мечта-цель. Но будем говорить, что цель, потому что я не люблю именно формулировку мечты, потому что что такое мечта? Мечта это то, что вот это неосуществимо, это то, что что-то такое сказочно-волшебное. А цель это вот вижу цель и иду к ней, что если ты будешь идти, ты до нее точно дойдешь. Так что все, что я хотела, в принципе, все это в той или иной степени у меня получается. Если большой план на будущее, у нас есть большой план, то есть мы собираемся рожать еще детей, там, грубо говоря, растить дерево и так далее, строить дом, возможно, где-то после 40. А ты обязательно, да. То есть у нас план на будущее есть, свой план, но я просто не хотела бы его сейчас озвучивать, потому что наш мир сейчас такой нестабильный, что как бы потом расстраиваться из-за того, что что-то ты там себе напридумывал и ожидал, не хочется. Есть цели, к которым мы идем. На каком уровне ты знаешь корейский? У Сержа есть двойное гражданство и на каком уровне ты знаешь корейский и английский? Я ноль в корейском языке. Ну, Серж умеет читать, там что-то понимает, но частично. Английский он знает однозначно лучше, я знаю больше корейский, чем английский. И у нас нет двойного гражданства, у нас гражданство российское, но у нас есть вид на жительство в Корее. Вот, все предыдущие наши гражданства, которые были, мы из всех из них вышли, поэтому у нас только одно гражданство. Что в твоем понимании женственность и актуальна ли она сейчас? Это тебя спрашивают? Да. Ну, хорошо, ты ответь, что в твоем понимании женственность? Ну, слушайте, это на самом деле... Можно подумать? Это вырежи, если что. Нет. Нет. Ну, это комплекс. В любом случае, комплекс определенных, так скажем, черт характера. Блин, я тоже сама сейчас хотела сказать. Ну, скромные. Нет, на самом деле, что для меня женственность? Женственность, это одновременно, когда женщина умеет быть и матерью, и оставаться для себя интересной, сохранять вот эту вот свою женскую энергию, и в том же, как это сказать, в том же моменте она может добиваться своих целей. То есть, женственность для меня именно вот в таком, возможно, ключе. Я не знаю, что у меня здесь имело в том, что... Он чуть думает по-другому. Наверное, это все-таки как показать, как вести себя и так далее. Но, в целом, наверное, ты больше затрагиваешь, как человек, индивидуальность и личность. Да-да-да, скорее всего. Актуальна ли она сейчас? Ну, конечно, как она может... Как женственность может быть актуальной или неактуальной? Я вот это вот понять не могу. Потому что мужской пол и женский пол, они как бы всегда будут существовать? Ну, это как противоположность мужчину. Ну, как мужчина всегда должен быть мужчиной, там, держать свои слова. Хорошо. Вот следующий вопрос очень интересный, и это тот же человек задал. Твоя самая прибыльная инвестиция как в материальном плане, так и в личном? Самая прибыльная инвестиция? В личном плане это же нить бы на мне. Ну, хорошо, да. В смысле в личном, там в духовном или в каком? В материальном плане. Куда ты там вкладывался и что-то? Это я понял. Ну, прям вот такого мега вложения какого-то я не делал. Чтобы мне, вернее, мега выслопа не было. Да. Все достаточно прагматично по цифрам и так далее. То есть я сейчас могу уже отвечать? Да. Просто у Сержа такая деятельность, что ему всегда нужно было вкладываться. Поэтому он не может сказать, что что-то... Ну, на самом деле я очень много вложил в себя, как прокачивание именно собственного, там, так скажем, ума. Профессионального скилла. Развития. Там я как деньги тратил, так и время тратил. Вот. Ну, ждем выхлопа. Моя самая прибыльная инвестиция, это, наверное, инвестиция в то, что я когда-то не пожалела и очень много денег потратила на свое обучение и на то, чтобы у меня был опыт в той или иной сфере. И, в частности, это как бизнес, так и YouTube. То есть это моя самая такая прибыльная и самая лучшая инвестиция. Потому что здесь я получила не только доход, но и множество других аспектов, которые для меня очень важны. То есть доход это просто приятный бонус, скажем так. А остальное это понимание со стороны людей. Я нашла своих единомышленников. Также постоянную поддержку. То есть это очень дорого стоит. Ну, хейтеры это мои самые преданные зрители, поэтому я их очень люблю. Ну, люди всегда будут делиться на два мнения. Поэтому кому-то ты будешь нравиться, а кому-то нет. Но это все законно. Было бы интересно посмотреть на свадебные фотографии. Нам бы тоже было интересно посмотреть. Поэтому когда-нибудь мы, возможно, сделаем фотосессию свадебную. Так как свадьбы у нас с Сержем не было. Кстати, ты в курсе, что у нас через несколько дней будет годовщина свадьбы? 30-го, да. 30-го ноября. Подожди, точно 30-го? Надо будет посмотреть. 100-го. Ты видишь, ты даже уже запомнил. Да, я толком-то и не помнила. Просто у нас с Сержем регистрация брака произошла намного позже. По причинам того, что у меня не было нужных документов для этого. Но об этом, если что, мы потом как-нибудь расскажем. Не думаю, что это кому-то будет интересно. Свадебных фотографий нет. Ответ. Я думала, ты сейчас скажешь, что не будет. Ну, будет когда-нибудь. Никки и Сергей, это твой первый брак? Да. И можете показать видео со свадьбой? Нет. Это твой первый брак? Да, это мой первый брак. Да, у Сержа это первый брак. Именно брак... Ты для меня отмечаешь? Да. А, ну ты сейчас хочешь еще что-то рассказать. Ну, давай. Ну, а почему? Что ты собираешься скрывать от наших зрителей? Ничего я скрывать не собираюсь. У Сержа это первый брак. Именно по документам официально то, что принято называть браком. Но Серж также сожительствовал до наших отношений. Я ничего в этом не вижу такого. Ну, то есть, как бы, нормальный, адекватный взрослый человек, он спокойно может сожительствовать с кем угодно. Единственный момент, женщина, которая находится в сожительстве, я просто... Ну, немножко некоторых женщин не понимаю. В зависимости от того, на каком этапе у них находятся отношения. Но это я немножко отклонилась. У меня это тоже первый брак. И сейчас я немного расскажу про Веронюку. Но я вообще ничего не знаю. Она постоянно все от меня скрывает. Фотографии детские скрывает. И так далее. Кстати, в видео, где Серж смотрит мои детские фотографии, люди писали о том, что... Ну, это бред, не может быть такого, что вы живете вместе. Серж никогда не видел мои фотографии. Никогда. Вот эта конспирология, которая была... Если честно, я женился и только узнал потом, что она сделала операцию на глаза. Это был вообще обман... Меня... Это был обман века для меня. Ой, ну хватит истерить, блин. Прям такой обман. Я тебя обманула только в этом. И что дальше? Ты приобрел намного больше. Я так думаю. Ревнуете ли вы Сержа иногда? А ты меня ревнуешь? Ну, ты отвечаешь, тебе же... Ну, а тебя тоже здесь спросили вообще-то. Ну, когда, где, покажи. Вот. А он вас. Ну, ты же первый. Ну, я раньше, возможно, я и ревновала, Сержа. Но я хочу сказать, что ревность, она исходит только лишь от собственной неполноценности и от собственных каких-то комплексов. То есть, если женщина занята собой, она любит себя, если женщина имеет свои увлечения и живет не только жизнью мужа, да, то тогда такое понятие, как ревность, в принципе, оно пропадает. Потому что зачем? Ну, что такое ревность? Это все это детский сад. Вот и все. Я вот так вот считаю. Я через это прошла. Я не скрываю. И глупо говорить о том, что... Нет, да вы что! Было такое? Это было в начале наших отношений, где-то первые, может быть, несколько лет. Сейчас такого, конечно же, нет. И, собственно, взрослые люди все-таки... Ну, чего ревновать-то? Доверие? Вот что. Хватит на меня так смотреть, говори давай. Ревную. Что-то ты никогда этого не показывал. Что? А я красиво ревную. Незаметно, да? Незаметно. Хочешь соблюдать какую-то религию или так и останешься атеисткой? Я на самом деле не знаю, что будет в будущем, но я так чувствую, что я на всю жизнь останусь атеисткой, потому что у меня есть свои убеждения и есть свои на это доводы, чтобы быть атеисткой. Потому что, причем для себя и для меня это очень железобетонные такие доводы, поэтому я как была, так и остаюсь атеисткой. А где проживает брат Антон и где он работает? Разговаривает ли Каролина на корейском? Каролина не говорит на корейском, она забыла после того, как мы из Кореи приехали и остались на ПМЖ уже в России. Антон живет в другом городе, возможно, он скоро к нам приедет, поэтому вместе с ним, возможно, мы и снимем вопрос-ответ. Так что оставим это на потом. Смотри, сколько лайков набрал этот вопрос. У вас есть доход от Ютуба и сколько? Это много. Это много? Да. Вы его получаете наличными? Ну, друзья, друзья, я, конечно, понимаю, что можно все рассказывать, но не до такой степени. Ни для кого не секрет, что доход от Ютуба есть. И у меня, конечно же, он тоже есть, потому что я очень много сил, времени и денег вкладываю в развитие своих каналов и вообще, в принципе, в развитии себя как медиа личности. Поэтому и доход у меня, соответственно, тоже от Ютуба есть. Каким образом, в каких цифрах? Я думаю, что это должна знать только налоговая, когда я отчисляю налоги. И, собственно, все. Больше об этом... Ну, ты или я? Или я не должен знать? Ну, ты можешь знать? Ну, в принципе, ты же знаешь? Ну, я это не в принципе, да, и знаю. Но не все, наверное. Ну, потому что у нас нету такого, Сержа, на данный момент. Ну, я-то и не интересуюсь. Все, да. Когда приезжает Вика или Антон, вы складываетесь на закуп продуктов? Вносит ли ваша мама в семейный бюджет финансов? На самом деле, когда приезжает Вика или Антон к нам в гости... Они приезжают к нам в гости. Они приезжают к нам в гости. То есть у нас нет такого, чтобы мы складывались там на продукты. Если мы, допустим, пошли в магазин и Вика захотела там что-то купить, какую-то вкусняшку, или она позвала в кафе, она также может оплатить спокойно. То есть с этим проблем как бы нет. Точно так же, когда мы летим в Корею, у меня есть свои деньги. Почему-то многие думали, что когда я лечу в Корею, я сижу на Колиной шее, и Коля... Беголага, Коля. Да, Коля как бы содержит меня и мои вот эти все гулянки по катушке по Корее. Нет, ее содержу я. У нас... Вот ты сейчас так говоришь, люди и так, блин, думают, что вообще там пипец. Ну, как я ее... Дудовно. Морально и материально. Где работает Серж? Где Серж работает, мы чуть позже, наверное, расскажем. Сейчас ты, если хочешь, что-то расскажешь. Ну, мельком, у меня ряд проектов. Я в нем как ведущий партнер. Соответственно, занимаюсь в большей части операционной деятельностью и так далее. Если интересно, ну, со временем запишу пару видео, покажу, чем я занимаюсь. Ты говоришь на таджикском? Я его помню. Я на слух воспринимаю. Но уже, поскольку нет практики, не могу говорить некоторые вещи. Забывай. На какие оценки учится Каролина? У нее четверки, пятерки. Иногда бывают тройки по английскому, которые связаны именно с написанием слов. Ну, это в большей части, да, наверное, я не успеваю. Обычно, если мы хорошо с ней потрудимся, она пишет классно, да. Да, если Серж хорошо с ней позанимается, то она пишет хорошо. А если нет, то как бы... У нее большая часть проблемы в написании слов. То есть, там, ей тяжело запомнить, как они... Какие звуки произносятся, как они потом... Сочетание двух букв, какой звук, да, дает и так далее, там, ну, есть определенность. А так она учится, она четверки на пятерки. Какой у нее любимый предмет? Физкультуру. Физкультуру любит, да, рисование любит. И точно так же она любит и литературное чтение, когда там какие-то... Да, и литературу любит. Да, то есть у нее много таких вот предметов, прям совсем нелюбимых каких-то. Я что-то не замечала, чтобы Каролина... Ну да, по математике хорошо. Она просто не хочет в целом в школу ходить. Рано вставать. Да. Как прошла ваша беременность? Были ли сложности? О, это просто отдельная тема. Я решила не снимать видео на влоговый канал про беременность, а решила написать серию постов. У меня в Инстаграм есть эта серия постов под хэштегом «Мои ужасные роды в России», так что можете перейти ко мне в Инстаграм и прочитать серию постов. Там сейчас как раз выходит у меня развязка, и эту серию постов я полностью закончу. Там вот как раз сейчас начинается самая жесть. Я рассказываю о том, что просто... Это просто жесть творится в российском роддоме. Это просто жесть. Следующий вопрос. Вот когда мы красили тебе волосы, да, в видео, тебе идет больше, когда у тебя волосы зачесаны наверх. Если лоб красивый у тебя, зачем его скрывать? Вот покажи. Вот видите вот это сердечко? Не, вообще есть идея постричь себя очень коротко, и, наверное, в ближайшее время я воспользуюсь и реализую. Я вообще пострягусь коротко, оставлю чуть волос сверху, буду доходить. Когда вы учились, как вы справлялись со стрессом во время сессии? Была ли тревожность во время учебы? Ты расскажи. Ну, первый курс, да, был, потому что очень все было непонятно, за все переживал и так далее. Когда друзья появились на том же первом курсе, когда друзья постарше, ты начинаешь потихоньку... Ну, обычно это первая сессия была сложная. Вторая уже более-менее понимаешь, как все будет проходить и так далее. То есть я стрессовал только один раз, это когда была первая сессия, когда нужно было готовиться. А остальное все прошло. Ну, на самом деле я никогда не переживала именно в плане учебы, потому что учеба мне всегда достаточно легко давалась. Другой момент, что не всегда удавалось учиться. Поэтому и просто еще с самого начала, с начальных классов пошло так, что ты хочешь учиться, а учиться тебе не дают. Потому что я жила в таком месте, где мы ходили просто на хлопок, и полгода, первые полгода, дети просто собирали хлопок раком в поле. И мы не учились. Соответственно, потом второй полугодий мы просто тупо нагоняли по три темы за один урок. Поэтому так сложилось, что учеба мне плохо не давалась. То есть нормально, если бы у меня была возможность учиться, я бы училась. Поэтому как такового стресса у меня не было. И то же самое касается и следующих учебных заведений. Следующий вопрос. Я из Казахстана. Казахстан, всем привет. Я знаю, что у нас много зрителей из Казахстана. Хотели бы вы приехать в Казахстан? Мы и так планировали в этом 20-м году поехать в Казахстан, в Алматы, в Астану. Но, как видите, в связи с пандемией летать куда-то это опасно. У меня родственники живут в Казахстане, в Алмате. Да? Да, это старшая сестра моего отца. Мы частенько... Ну, как родители общаются, да. Я в курсе, я знаю. И тоже, да, есть цель и желание посетить Казахстан. Ты уже не хочешь ставить брекеты, спрашивают? Мы, наверное, будем их ставить. Мы? Я не буду. Я не хочу. Или хочу. Ну, я не знаю. Ты сам скажи. Ты будешь ставить брекеты, нет? Да, будем ставить брекеты. Брекеты, наверное, будем ставить уже в январе, если еще год. Вот. В детстве у Каролины был такой же характер... В детстве у вас был такой же характер, как у Каролины? Ну, Каролина, наверное, больше похожа на нее. Я был более спокойный. Серж был более спокойный, но я была более застенчивая, нежели чем Каролина. Поэтому мне очень нравится, какая у нас зайка растет. Очень коммуникабельная, очень общительная и умеет себя преподнести. Это, мне кажется, очень важные качества, которые очень быстро, как бы, можно загубить обществом. Поэтому я всегда стараюсь ее в этом плане поддерживать. Вы, Серж, будете настаивать на получении среднего или высшего образования Каролины? Однозначно высшее образование. Ну, не то, чтобы настаивать, мы просто ей будем предоставлять такую возможность, чтобы она могла учиться, могла совершенствоваться, могла найти себя в этой жизни. Потому что это самое сложное для человека найти себя. Ну, у родителей задача, самое главное, выучить и... Самая главная родителей задача дать ребенку все. Да, ну, все понятное дело. Но научить жить в обществе. Поэтому, да, образование нужно будет, чтобы хотя бы иметь определенную базовую профессию. Если там у нее будет желание развиваться еще в какие-то, то да. А так, конечно, образование очень важно. Как справляешься с эмоциональным выгоранием? Было ли такое, что проект, в который вложено много трудов, просто мертвый, а переключиться не получается? У тебя было такое? Да, было. Ну, как переключаться не получается? Все равно, по ходу дела приходится переключаться, потому что параллельно заводишь еще одни проекты. Нет, здесь, наверное, речь идет о том, что эмоционально не получается переключаться. На самом деле, эмоционально не получается переключаться только в том случае, что это единственный проект в вашей жизни, который приносит вам условно там доход, да. То есть, если у вас есть еще и другие проекты, и это был всего лишь один из, тогда намного легче. Да, вы там день, два, три поваляетесь, погрустите, а потом просто начнете действовать дальше. Ну, или месяц будете закрывать все эти вещи, но в любом случае... У нас с Сержем было несколько раз такое, что мы вкладывали... Два раза. Почему два? Потому что даже больше. Ну, два ярких. Ну, два ярких примера, когда мы начинали бизнес, и причем вкладывали достаточно крупные деньги, но потом в какой-то момент это не получалось. Один раз это получилось из-за определенных людей, второй раз это не получилось, потому что у нас сменились приоритеты, и оба раза мы потратили огромные просто деньги, и каждый раз начинали сначала. И как-то мы переключались, да? Да. Просто я хочу сказать, что тогда оба раза это были единственные наши проекты на тот момент, поэтому такого мы больше... Да, это единственное, и, наверное, мы почти 90% всех финансовых вкладывали туда. Да, поэтому такого больше никогда не повторится, но опыт, он на то и есть опыт, зато сейчас совершенно мы по-другому думаем и действуем. Сколько получаете денег с Ютуба? Ники, если не секрет... Ой, Ники, если не будет Ютуба, чем бы ты занялась? Таких было несколько вопросов. Может, освоила бы какую-то еще профессию? Если да, то какую? Спасибо за ваш юмор, спасибо вам большое за вопросы. Если не было бы Ютуба, да, допустим, чем бы я занималась? На самом деле, я много что умею делать, и в своей жизни я много где поработала за свою такую молодость, можно так сказать, потому что очень жизнь меня кидала по разным таким стрессовым ситуациям. Вот, если бы не было Ютуба, я бы могла, во-первых, работать там, визажистом, да, отучилась бы. Во втором варианте я бы делала ногти, к примеру, там, брови, ресницы, то есть все, что касается бьюти. Встречу я пыталась учиться, но потом что-то как-то мне это не понравилось, но, в принципе, я могу освоить абсолютно... Машинку купим, я постригу тебя, если базару нечего. Так что, все, что касается темы бьюти, я это спокойно могла бы делать, но мне не нравится сфера обслуживания. Это я для себя точно поняла. Мне не нравится работать в женском, чисто женском коллективе, потому что это, вот, как, знаете, змеиное вот это вот гнездо, где вот все... И вот это с женщинами очень сложно работать. Одни завистницы, женщины постарше завидуют тому, что ты молодая, а женщины помоложе завидуют, потому что ты симпатичнее, там, или еще что-то. Какие-то козни, сплетни, мне вот это не нравится. Поэтому, если бы не было бы Ютуба, я также спокойно могла бы работать фотографом, видеографом, монтажером, пиарщиком, рекламщиком. То есть, очень много тех профессий, которые можно, на самом деле, освоить, сидя дома и работая сейчас в условиях нашего века, да. Поэтому очень много вариантов. Я просто, вот, ведя свои каналы... Ты сейчас говоришь, потому что по ходу введения канала ты набралась этого всего опыта. Ну да, потому что, когда ведешь каналы, ведешь это дело, как бы, сама, да, а не с продюсерской конторой, там, или еще кем-то, у тебя появляются навыки во многих сферах. Поэтому, недооценивать, как бы... Короче, если Ютуб завтра закроется, и есть чем заниматься. Очень много просто вариантов того, где можно было бы работать, потому что очень много навыков приобретается. Долго ли мы болели короной? Говоря о короне. Так, три недели. Две недели точно я болел. То есть, неделя была самая сложная, потом я отходил и неделю... Ну, две недели считай. Хотя это не было же короной. Не подтвердилось, я не знаю. По анализам это была не корона, но все-таки мы думаем, что это была корона, потому что клинически все были такие... Короче, две недели я болел. Я, собственно, тоже так, но у меня до сих пор вот этот остаточный кашель и горло садится. Ну, плюс у нее привычки, она всегда так делает. Ники, когда планируете ремонт или уже в следующем году? И передайте, что Серж с похудением стал очень похож на Шугу из BTS. Не знаю, кто это такой. Я знаю. Ну, он, наверное, похож на меня. Я постарше был. Ну, чуть-чуть, лет на 10 где-то. Ага. Серьезно? Ну, они все молодые мальчики, конечно. Ну, вот, напишите ему, что он похож на меня. Ремонт. Ремонт мы будем делать. Сейчас из-за того, что там выходить куда-то нельзя и там подобное. Плюс мы поняли, что ремонт в одной комнате и живя в этой же квартире, он невозможен. Поэтому мы планируем все-таки переехать на месяца 3-4 и начать этот ремонт. Но это уже будет не в этом году, естественно? Это не будет в этом году по причине того, что это большие инвестиции. Сейчас я на данный момент тоже занимаюсь бизнесом, куда нужно вкладывать деньги и так далее и тому подобное. Есть определенный приоритет. Да. Так, Ники, помимо ваших занятий блоггингом и ногтями, были ли еще какие-то долгие увлечения или хобби? Вот именно... Вот, я знаю. Ну, скажи. Мыловарение. Ну, долгие имеется в виду. Прям очень долгие. Ну, да, мыловарение это было вот на протяжении там, условно, когда я искала себя, чем мне заняться. Это не было таким, что... Да, я планировала заняться мыловарением, причем серьезно, и зарабатывать на этом, но потом поняла, что мне это не нравится. Именно таких вот долгих увлечений. Вы знаете, у меня просто... Ютуб, на самом деле, Ютуб. До того, как Ютуб, это в любом случае была семья, дочь. И у меня просто не было возможности и времени уделять, как бы... Хобби. Да, время, хобби и чем-то заниматься. Потому что всю свою жизнь, во-первых, либо мы учились, либо мы потом сразу пошли работать. А когда ты работаешь сутками, сутки через сутки, или же наоборот, 6-1, у тебя нет времени вообще ни на какие развлечения, ни на какие хобби и ни на какие увлечения. Как бы ты это ни хотел, ты просто физически это не вынесешь. Поэтому таких долгих не было. Ногти, это да, это мое увлечение, как бы можно сказать, даже с детства, это мне нравилось. Поэтому это такое вот долгое хобби. Что касается блогинга, это все началось, когда я была в отпуске по уходу за ребенком. И, соответственно, поэтому это... У меня был, как бы, период, когда я могла этим заняться. Все, таких больше периодов в моей жизни не было. Готовы ли вы морально к подростковому возрасту Каролины? Это один из сложных периодов в жизни человека. Это сложно сейчас сказать, готовы ли мы или нет. Почему? Потому что мы планомерно. Она уже другая. То есть это не то, что был год назад. Сейчас она уже рассуждает по-другому, интересы другие и так далее. И мы видим, что каждый раз она даже там каждый день меняется, что-то новое увлечение и так далее. То есть какие-то очень, ну, так скажем, ну, у нас нет неприемлемых, она все равно плюс-минус у нас знает, да, что там. Поэтому как, не подстраиваемся, стараемся вместе. Вот и она. Норман, я забыла. Привет, ребята. Это письмо Деда Мороза. На самом деле я не готова. Ну, можно я... А ты еще не досказал? Да, я не досказал. Ну, короче, смотрите, время само собой посадить. Вероника очень много литературу читает по этому поводу. Конечно, и меня в этом деле просвещает. Я вспоминаю свои, вот свой вот этот переходный возраст. Да, он был труден, тяжелый и так далее. Но с этим ничего не пойдет, к этому надо просто готовиться. Что касается Каролины подросткового возраста, Серж вот правильно сказал, я вообще очень много постоянно читаю на тему психологии, на тему того личность человека, как она строится, и от чего зависит, скажем так, будущее человека. А зависит оно, в первую очередь, от детства, от того, какое оно было, и от родителей. Потому что не существует ребенка, который бы, как бы, понимал полностью родителей. Поэтому я очень много на этот счет читаю. Я думаю, что, в принципе, мы будем готовы к тому, что у Каролины начнется подростковый период вот этот. Каролина будет в будущем учить корейский язык? Да, конечно, будет. Просто мы не знаем, как это сделать. Онлайн учить? Смысла сейчас нет онлайн учить, потому что Каролина это не будет практики, она не будет это запоминать. Вы думали о том, чтобы переехать в другую страну? Да, наверное, это будет. Ты думаешь? Ну, однозначно, да, мы жить будем. Ну, одно время, Серж, просто загорелся идеей, чтобы мы жили в США. И, на самом деле, мне тоже эта идея нравится. Но я все-таки думаю, что в будущем мы все-таки будем жить в Корее. Потому что в Корее у нас, по крайней мере, есть возможность жить легально. А жить нелегально, это просто трэш. Понимаете, да? То есть, если ты живешь нелегально, ты не можешь воспользоваться всеми базовыми услугами, такими как мессорковка, там, не знаю, снять жилье нормально, там, или еще что-то, да? То есть, вот этими всеми вещами сложно воспользоваться, если ты нелегал. Сама страна подталкивает, чтобы, наверное, успел ехать. Самое главное, не хотели ли вы добавить на главном канале рубрику о похудении? Я хотела добавить рубрику о похудении. Если я буду худеть, то я добавлю эту рубрику. Так что она будет, ждите, а я планирую худеть дальше. Вы остаетесь жить в России или в будущем переедете? И это был предпоследний вопрос, а последний вопрос я оставила напоследок. Мы остаемся жить в России? Ну, в ближайшее время, да. В ближайшее время мы остаемся, потому что сейчас прогнозировать смысла, опять же-таки, абсолютно нет из-за пандемии. И в ближайшие несколько лет, наверное, точно мы будем жить в России. Ну, однозначно да, потому что запускаем проекты, плюс здесь очень много друзей, не хотелось бы все заново начать. Да, здесь фишка даже не в том, чтобы друзья или не друзья, а в том, что когда ты начинаешь вкладывать какие-то деньги, то есть ты в любом случае прогнозируешь, что будешь ты делать в ближайшие несколько лет. И последний вопрос, и таких вопросов было много. Это вообще один из самых популярных вопросов. Будет ли у нас второй ребенок и когда он будет? Будет у нас второй ребенок. Когда в ближайшее время? До этого я вам всегда говорила, что я не собираюсь рожать второго ребенка, по крайней мере, в ближайшее время. И всячески старалась оттянуть этот момент. И на самом деле это было связано с тяжелыми родами, с тем, что во время родов и беременности, и после я была абсолютно одна. То есть, как бы, никакой поддержки от Сержа, по крайней мере, я точно не чувствовала. И плюс ко всему, все проходило не так, как я хотела. То есть, я подстраивалась больная, там, кривая, подстраивалась под всех. Теперь такого не будет. И мне потребовалось очень много лет, чтобы понять, что это все зависит только лишь от меня. Поэтому, как бы, второй ребенок все равно в любом случае, конечно же, будет. Потому что я не хочу, чтобы Каролина потом была одна. Но Лера-то у нее есть в любом случае. Но от того, что будет двое или трое детей, Каролине от этого будет только лучше. Поэтому будет второй ребенок. Но почему я оттягивала? Я думаю, что те, кто подписан на мой инстаграм и читают мои посты про беременность, прекрасно понимают это и прекрасно понимают меня, что я не хотела повторения такого. Но так как время идет, и как бы я не хотела бы рожать второго ребенка слишком поздно, где-то лет в 30-31, наверное, точно я буду, а может быть, даже и раньше. Просто сейчас мы уже будем идти к тому, чтобы завершить все вопросы для того, чтобы родить второго ребенка, подготовить почву, подготовить комнату, чтобы это было не так, знаете, вот что вот в этих же условиях, раз мы принесли ребенка из роддома, как бы и все, да. Чтобы и доход, естественно, увеличился и все тому подобное. То есть, чтобы при появлении второго ребенка не пострадала, как бы, та часть внимания, которую мы уделяем Каролине, чтобы все было, как и прежде. Я не хочу целого ребенка. А это, как бы, не у тебя спрашивают. Так что, да, скоро будет второй ребенок, и это, пожалуй, первое видео, где я о нем говорю, именно в ключе, что он действительно будет в ближайшее время. Так что, вот так вот, друзья. А мы с ней, няде, у меня все склались, и не все. На этом мы будем уже заканчивать это видео. Обязательно напишите свои вопросы внизу в комментариях, подписывайтесь на канал, увидимся с вами уже в новом влоге, всем удачи и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok